Это происшествие на ОТВ в студии Алла Согрина. Три человека погибли, трое в реанимации. Страшная авария произошла на трассе под Златоустом. Водитель пассажирского автобуса влетел в попутную Киа Оптима, а потом на полном ходу впечатался в фуру, груженную мрамором. Видео с места ДТП и комментарии пострадавших прямо сейчас. Кутаются в теплую одежду и молятся. Пассажиры рейсового автобуса пережили сильнейший стресс. Многотонная машина столкнулась сразу с двумя автомобилями. Второй водитель автобуса рассказывает, в момент ДТП крепко спал на последнем сидении салона. Проснулся от сильного удара и криков. Два удара и паника была. Всех вытащили через окно. Потом все здесь сидим. Страшная авария произошла в 20 километрах от Златоуста. Пассажирский автобус направлялся из Москвы в столицу Киргизии Бишкек. На крутом спуске у автобуса отказали тормоза. Больший груз несколько минут несся вниз по склону с бешеной скоростью, пока не догнал попутную Киа Оптима. За рулем автобуса находился Арнис Базарбаев. Признается, не мог предотвратить аварию. Ехал нормально, на четвертом скорости было. Ехал, ехал. Газ поднялся, поднялся. Я тормоз нажал, нажал. Вообще нет. Потом легко фура обгонял, потом легко я обгонял. И вообще тормоз отказался. От сильного удара Киа вылетела в кювет и впечаталась в водосточную трубу. В салоне было четверо мужчин. Они направлялись на вахту в Ханты-Мансийск. Трое пассажиров погибли на месте. Остановила несшись на полном ходу автобус фура, груженная мрамором. Когда врезался, уже да, я уже начал останавливаться. Я видел. А до того, как он врезался, я не видел. Последний раз, когда я отвергнулся, смотрел, он еще на повороте спустился. Ну, все вылезли там, что может, зато. Начали освободить и не стал. Да, очень приятно. Трех пассажиров автобуса с ушибами и переломами отвезли в больницу. Остальных, а это 25 человек, размещают в гостиницах Златоуста и определяют точные причины аварии. По словам полицейских, водитель автобуса за последний год более 15 раз привлекался к административной ответственности. Екатерина Матвеева, Николай Черданцев, ОТВ. Нашли в квартире малознакомого мужчины. Мать четверых детей, Екатерину Согрину, разыскали на северо-западе Челябинска. Женщина призналась, просто боялась возвращаться домой. Якобы муж мог жестоко ее наказать. Полицейские опросили родственников и подруг многодетной матери. Знакомая, с которой женщина ушла в ночной клуб, рассказала. На дискотеке познакомились с молодым человеком и отправились к нему в квартиру. Подруга вернулась домой, а вот Екатерина решила остаться. Мать четверых детей провела с незнакомым мужчиной около двух недель. Мужу сообщать о своем местонахождении боялась. Но ей еще предстоит объяснить, почему не отвечала на звонки и оставила детей, в том числе грудного. 12 иностранцев отправятся из Челябинска на родину. Мигранты находились в городе без регистрации и разрешения на работу в России. Видео с рейдно-миграционной службы прямо сейчас. Ты можешь подъяснить документы? А у тебя ключи есть? Нет. А как ты за ногу подъяснился? Мигранты оправдываются перед полицейскими. Паспорт, регистрацию и разрешение на работу забыли дома. Принезти не могут. Во время рейда полицейские и сотрудники миграционной службы слышат десятки подобных историй. Сегодня проверяют стройплощадку и строительную базу в Челябинске. Здесь документов не оказалось у 12 человек. На Южный Урал они приехали нелегально. Нарушителей доставляют в дежурную часть. Там фотографируют, берут отпечатки пальцев и составляют протокол. Нелегальным мигрантам грозит штраф до 5000 рублей и выдворение на родину. Ударил по голове и похитил плазменный телевизор. Челябинец напал на 80-летнего соседа по квартире. Пока пожилой мужчина приходил в себя, преступник бежал в сторону автобусной остановки. Но скрыться с награбленным не удалось. Эта съемка с камер видеонаблюдения во дворе дома. Видно, как мужчина несет на спине плазменный телевизор. Петляет из стороны в сторону и кажется, вот-вот упадет. Полицейские рассказывают, унести телевизор у преступника не получилось. За углом дома его поджидала патрульная машина. Молодого человека задержали и сейчас он находится в изоляторе. Задержан житель Ленинского района, 1986 года рождения. Ранее судимый за имущественные преступления, освободившийся из мест лишения свободы в июле 2015 года. Преступник скоро может снова отправиться за решетку и провести там до 12 лет. Пострадавший пожилой мужчина с тяжелой травмой сейчас находится в реанимации. Если у вас есть интересное видео, звоните. Телефон прежний 8 800 574 50. Встретимся на ОТВ в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова